Приветствую вас, Елена. Давайте разберем ваш вопрос. В нем есть несколько деталей, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Первая деталь, самая такая простая, самая приближенная к бытовому, так сказать, уровню нашей жизни, это то, что вы много лет одна и хотите познакомиться. Вроде бы все достаточно привычно здесь. Ну, во-первых, тут факт, что вы много лет одна, безусловно, факт не самый приятный, не самый рабостный, но в то же время и не самый необычный и не самый плохой, потому что, ну, в принципе, бывает по-разному. Вас одиночество тяготит. И поскольку, ну, очевидно, что вы не одна физически и очевидно, что вы не одна психологически, речь идет о том, что вам не хватает чего-то. Да, в том числе речь идет и о физиологических потребностях, безусловно, но в основном, я думаю, речь идет о психологических потребностях, потребностях, например, в любви, потребностях во внимании, в ласке и так далее. И все это, в принципе, естественно для человека. Вопрос только заключается в степени. Именно степень является здесь, пожалуй, определяющим. Что это значит? Ну, во-первых, это вопрос о том, что вы готовы дать человеку и как. Во-вторых, это вопрос, в чем вы нуждаетесь и какова природа этого. Третий вопрос. Соответствует ли то, как вы видите сами себя тому, как видят вас другие люди, в частности мужчины? Здесь очень важен такой нюанс, что вы можете быть и симпатичной, вы можете быть и красивой, но если мужчины видят вас как, например, недоступную, как, например, холодную, как, например, высокомерную, хоть, хоть вы таковой не являетесь, то, естественно, с вами на контакт не пойдут. Мужчины вашего окружения. Совершенно очевидно, что если вы окажетесь немножечко в другом окружении, то там такая ситуация может быть поменять. Следующий момент. Это момент фундамента. Меня несколько встревозил тот факт, что вы пытаетесь привлечь внимание мужчин. Не людей, а мыши. И отношения вы, получается, строите с мужчинами, с мужчинами, не с людьми. А ведь первая стадия любого взаимодействия между людьми, если это взаимодействие современное, если это взаимодействие является, ну скажем так, абсолютно нормальным, да, без каких-либо экстремальных условий. То взаимодействовать всегда начинают люди. Что бы там ни происходило. Как бы там ни происходило. Условно говоря, вы, допустим, прочитали или прослушали, как в моем случае, ответ на свой вопрос. Увидели фотографию, ну в данном случае психолога, который вам ответил. И вам, человек, понравился. Конечно, симпатия имеет свой предмет, имеет свою цель направленно. Вам может понравиться внешность человека. Вам может понравиться его стиль изложения мыслей. Вам может понравиться сама мысль. Ну допустим, что-то вас из этого привлекло. И вот то, что вас привлекает в мужчинах, является здесь важным. Почему? С одной стороны, то, что привлекает вас в мужчинах, то, что вам нравится, то, что вам хочется, не всегда означает, что это то, что вы готовы дать человеку. Возможно, это то, что вы хотите получить от человека и отчаянно, отчаянно об этом кричите. Естественно, людей это отпугивает. Ну, по тому же самому принципу, что если, например, я вот вам в сообщении под вашим вопросом напишу, Лена дайте денег, например. Ну, что вы мне скажете. Вот. Знаете, вас это отпугнёт. Ну, так же отпугивает и людей, в принципе. Поэтому важно как бы разграничить. Важно разграничить симпатию к человеку от потребности и уровень симпатии. Если вам нравится, вот понравилась вам, например, фотография человека, это больше внешне, да, это больше физиологическое, это больше про гендерное поведение. Важно, что внешне, внешне понравилось, хотите, хотите сблизиться. Но, здесь возникает трудность. Сблизиться-то вам хочется сблизиться. Но, как это сделать? Ну, то есть, как сблизиться, ведь вы же не можете сблизиться, например, ну, там, с лицом человека, да, вам нужно сблизиться с ним через контакт. Ну, с ним, ну, с ним же. А это, не так-то просто сделать. Потому что, чтобы сблизиться через контакт с человеком, нужно, чтобы этот контакт что-то из себя представлял. Нужно, чтобы этот контакт был интересен, чтобы он был увлекателен, чтобы он был, чтобы этот контакт нравился, чтобы у него, у этого контакта был предмет. Чтобы этот предмет не касался, ну, условно говоря, никого, никого из вас. Чтобы, ну, чтобы это был именно контакт о чем-то. То есть, ну, вам нужно поговорить с человеком о чем-то. А поговорить о чем-то можно только, если вам интересно. И возникает вопрос. А что вам интересно? Здесь возникает еще такой парадокс. Что когда человеку интересна его жизнь, он выражает этим интересом других людей. Когда у человека есть эмоции, ну, касаемо там, своей жизни. Когда эти эмоции разные, когда этих эмоций много, например, то волей-неволей это вызывает такие же эмоции у людей. И в том числе у мужчин. Вот этого и не происходит. И возникает вопрос. Насколько увлекательно вы живете? Насколько полно вы живете? Насколько интересно, ну, может быть, может быть, сказать так, эмоционально вы живете, да? То есть вот, живете ли вы эмоционально, ну, эмоциональной жизнью здесь? Понимаете, да, что я имею в виду? Что-то все довольно важные моменты. Следующее. О чем хочется сказать. Это было ролевое поведение. Что это значит? Это то, какая вы женщина. То, какой вы чувствуете себя женщиной. И какой пытаетесь быть женщиной? Какой же считаете, например, что должны быть женщины? Вещи это совершенно, я бы сказал, разные. Абсолютно разные. И вполне вероятно, что свою женскую энергию вы блокируете. По разным причинам, но блокируете. Не позволяете ей проявляться. Не позволяете ей выражаться. Не позволяете ей наполнять вас. И это тоже влияет на поведение с мужчинами. Не может не влиять. Потому что, если вы скованы, если вы зажаты, то мужчины это почувствуют. Так, так. Это меня, конечно. А это будет не годами, нет. Вод... Эмммм... Стол и стол. Эммм... А можно... Сказать? Вау! Эммм... Эмм... Ну... С точки зрения, с точки зрения вот. Психотерапии, с точки зрения психологии. И... В этой ситуации... Вот вы, например, пишете, да? Значит, почему мне не мешают мужчины? Мне кажется, вопрос о вами здесь поставлен, ну, я бы сказал, очень обесценивающе к вам. Да, вот я бы, знаете, как я бы сказал, как я бы сформулировал бы ваш вопрос, я бы его сформулировал немножко по-другому. Я бы спросил так, почему я чувствую себя пустым местом, если меня не замечают мужчины. Я бы, наверное, так бы спросил, как мне кажется. Я бы спросил, как я чувствую себя, когда меня не замечают мужчины. Я бы спросил себя так, я бы, ну, вот вас спросил бы так. Ну, в таком ключе я бы задал вопрос. И вот, знаете, мне кажется, ответ на этот вопрос, ответ на этот вопрос в таком ключе, мне кажется, очень важным, что ли. Потому что пока что вам нужен, как мне показалось мужчина, чтобы, ну, не знаю, чтобы лучше себя чувствовать, чтобы лучше себя там ощущать. Чтобы, ну, не знаю, чтобы, ну, не знаю, может быть, лучше себя понимать, чтобы ваша жизнь была, ну, более, может быть, не знаю, богатой. Может быть, может быть, более полный, там, так и так далее, но вы вполне можете сами всего этого добиться, вполне можете сами всего этого достичь. То есть, если только, ну, позволите себе, что ли, если только дадите себе эту возможность, вот, а мне кажется, что пока что вы себе этого, ну, вы себе такой возможности не даете. Вот, мне кажется, что вы, ну, вы сами себе, в какой-то степени, оставите себе довольно жесткие рамки, вот. И вот, из-за этого пытаетесь, вероятно, быть не той, кем вы на самом деле являетесь. Ну, я не могу сказать, что для меня это прям какая-то новость, да, потому что я с этим сталкивался практически постоянно, вот. И мне это, кажется, кажется, довольно-таки таким моментом, вот, понимаете. Так что, да, здесь могут быть и страхи, определенные ваши, вот. Здесь могут быть и определенные ваши трудности, вот. Здесь много чего может быть. Но задача, которую вам, вам, как мне, кажется, нужно ставить, вот, именно, именно задача, которую вам нужно себе ставить. Ну, это заключается в том, как мне даже кажется, чтобы сделать свою жизнь полной. И тогда, когда вы это делаете, рядом с вами будут люди, у которых то, что вы делаете, будет вызваться отклик. И это как раз таки, на мой взгляд, и станет тем, ну, что в итоге даст вам реальность. Ну, ну, решение, вот, проблемы, о которой вы пишите сейчас. То есть очень важно, чтобы проблема не выделялась. То есть очень важно, чтобы, ну, чтобы вы пытались решить не только вот эту проблему. Да, как бы очень важно, да, как бы очень важно, чтобы вы в целом смотрели на себя, чтобы вы в целом старались, старались замечать в себе какие-то вещи свежие. И уже на них выстраивали новую модель, новую нить поведения. Мне кажется, что в этом решение проблемы. Поэтому всё, я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что у вас появится обратная связь, которая может послужить началом для психотерапии. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok